У нас была первая задача про схему испытания Бернолли, а вторая задача будет по аналогии со вчерашним нашим днём, когда мы от ожидания считали, будет про бросание игральной кости. Значит, N раз бросаем симметричную игральную кость. Симметричную, это значит, что в каждом бросании... Вероятность выпадения одной грани одной считает? Да, вероятность выпадения одной любой грани, одна шестая. Но мы её бросаем N раз, бросание производим совершенно независимо друг от друга, в известном смысле этого слова. Мы с вами независимость проходили. И элементарный исход, который получается на выходе, это такая вот последовательность Омега, состоящая из чисел x1 и так далее, xn, каждый из которых какое? Либо А6. Правильно, да? Да. То есть в каждом бросании мы смотрим, какой стороной кверху выпала кость, и фиксируем номер этой стороны в качестве очередного числа. Первый раз бросили кость, если она, скажем, выпала тройка кверху, то x1 равняется трём. Да. А если она выпала шестёрка кверху, то x1 равняется шести. Ну вот я это зафиксирую так, что x и t – это какое-то число от единицы до шести. И так для каждого и. Каждый раз может кость выпасть любой из своих шести столов кверху. Соответственно, в этой последовательности каждый раз может появиться любой из шести первых натуральных чисел. А сколько всего таких элементарных исходов теперь? Два. Шесть ванн. Так всем понятно, что шесть ванн. Да. В каждом испытании есть шесть вариантов. По правилам умножения шесть на шесть на шесть на шесть н раз. Да, шесть в степени нет. Описали пространство элементарных исходов. И теперь мы хотим рассмотреть случайную величину x-адомена. Устроенную абсолютно так же, как число успехов в схеме испытаний вернули. Но только это теперь не число успехов, потому что мы не говорим, что кость успешно выпала какой-то стороной кверху. Мы не знаем, что такое успех. Слово успех здесь никакого смысла не имеет. Но величину определяем абсолютно так же, как определяли ее в случае схемы испытаний вернули. Значит, сумма по e от единицы до n. x, ну, x маленькая, и, чтобы не путаться. x маленькая и, вот так. Ну, атомен, естественно. Всем понятно, что такое x маленькая и от атомен? Ну, это просто и, и элемент этой последовательности для данного амена. Да. Да? Точно? Да, точно. Точно. Ну, давайте еще раз вспомним, как мы считали математическое ожидание, чтобы точно не погибнуть. Математическое ожидание мы считали, естественно, пользуясь линейностью. Причем вот линейностью и наслажаемыми, которые мы сегодня переосмыслили. Это сумма по e от единицы до n математических ожиданий к ситам. Так, вспоминаем усиленно, как мы посчитали математическое ожидание к ситам. И к ситам принимает вот такие значения, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мы умножали вероятность выпадения. Это была, мы посчитали, это была 21 шестая, то есть 7 вторых. А почему 21 шестая еще раз? Потому что мы... Потому что сумма чисел от 1 на 6 это 20. Совершенно верно, да. Что такое математическое ожидание? Это надо каждый из этих чисел умножить на его веронятность и потом все это сложить. 1 происходит с веронятностью 1 шестая. 2 тоже происходит с веронятностью 1 шестая. И даже 6 происходит с веронятностью 1 шестая. Поэтому мы просто складываем произведение 1 умножить на 1 шестую, плюс 2 умножить на 1 шестую, плюс 6 умножить на 1 шестую. 1 шестая выносится за скобку. В скобках остается сумма чисел от 1 до 6, которая равняется 21, и в итоге у нас получается вот так сумма по i от 1 до n 21 шестая. Ну и 7 вторых. Ну а 7 вторых в количестве n штук это будет 7 вторых или 3,5 умножить на n. Вот такое вот замечательное математическое ожидание этой случайной печки. Нет вопросов? Нет. Точно, понятно. А вот теперь я хочу найти ее дисперсию. Ну согласитесь, что здесь уже математическое ожидание требует каких-то усилий, потому что значений много. Но давайте считаем дисперсию. Опять, дисперсия это есть математическое ожидание квадрата. Я все-таки по-прежнему буду рисовать скобки, пока вы не привыкнете к тому, что если я скобки не рисую, то мат ожидания берется от всего, что написано после него. Если я скобки не рисую, то мат ожидания берется на самом деле от таких скобок, только от таких, никак по-другому. Минус квадрат математического ожидания, который мы знаем. 3,5 в квадрате на n в квадрате, да? Да. 49 в четвертых n в квадрате. Значит, вот эту величину мы знаем. Это 49 в четвертых на n в квадрате. А вот мат ожидания квадрата. Может, у вас какие-нибудь идеи есть, как мы будем считать? Мы только что подобные веки делали. x это x1 плюс 1 2. Вот, да, x это сумма, да? И посчитаем. Ну, давайте просто тупо возведем эту сумму в квадрат, да? Да, да. Пользуясь обычной преномиальной формулой, вот той самой, которую мы только что выписывали. Но только для случая схемы вернули. Да. Ну, давайте я смело это сделаю. Так. Мат ожидания квадрата числа x. Это мат ожидания вот такой вот суммы. x1 плюс и так далее плюс xn. И все в квадрате. Ну, опять вот здесь надо рисовать скобки. Я надеюсь, вы, в принципе, начинаете это уже понимать, да? Что это будет? Так. Ну, вроде в квадрат суммы н слагаемых мы только что возводили. Они обозначались абсолютно так же. Поэтому давайте то же самое и напишем. x1 в квадрате и так далее плюс xn в квадрате плюс 2x1x2 плюс и так далее плюс 2xn минус 1xn. Верно? Да. И вы понимаете по-прежнему, вот здесь у нас сколько слагаемых? cxn под 2. cxn под 2 слагаемых. Все это помнят, да? Да. cxn под 2 слагаемых. Характер. Так. Сейчас будет подводный камень. Вот x1 в квадрате. Это что такое? Это либо 1, либо 2, ой, это либо 1, либо 4, либо 9, 6, но... Мы вроде бы это подводный камень преодолели. Мы не сказали, что это то же самое, что x1, правда? Да. Это теперь не то же самое, что x1. В схеме Вернули x1 принимало значение 0 и 1, поэтому возведенная в квадрат, она оставалась себе равна. А здесь значение 1, 2, 3, 4, 5, 6. Их квадраты это, соответственно, 1, 4, 9, 25, 36, да? То есть значения, которые принимают случайные величины, не таковы же, каковы значения самой случайной величины. Поэтому давайте действовать аккуратно. Воспользуемся линейностью. Так. Все понимают, как я не успею? Да? Да. Тут у нас m от квадрата x1 плюс и так далее, плюс m от квадрата xn плюс... Так, это понятно, да? Да. Плюс двойка за скобку. Ну, все то же самое, как в предыдущей задаче. m, x1, x2 плюс и так далее, плюс 2, m, xn минус 1, xn. Э? Да. Да. Ага. Ага. Так, ну давайте отдельно посчитаем для начала, чему равняется mx1 в квадрате. Все-таки. А, скобки не писало. Но скобки такие, естественно. Так. Так, это что такое? Это сумма значений, помноженных на вероятности. Давайте, какие еще раз значения? Один, десять, да? Да. Два, три, четыре. Так, нет, подождите, один с какой вероятностью принимается? Одна шестая. Одна шестая. Правильно, да. Квадрат – это такое преобразование, которое не склеивает значения исходной величины. Если бы, например, у x1 были значения минус 1, 1, тогда они бы склеились в одно. Но здесь они все равно разные, поэтому одна шестая. Дальше. Вот сейчас сумма квадратов от 1 до 6. Совершенно верно. Да, 4 на 1 шестую, плюс 9 на 1 шестую, плюс 25 на 1 шестую. А мы 16 пропустили. 16 пропустим. Плохо. Спасибо. Сейчас бы неправильно получилось. Плюс 16 на 1 шестую, плюс 25 на 1 шестую, плюс 36 на 1 шестую. Ну, вы наверняка знаете формулу для суммы квадратов, но мне кажется, что в данном случае проще просто суммировать. Значит, 1 плюс 4 – это 5, плюс 9 – это 14, 30, 55, 91, да? То есть получается 91 шестая. Ну, вообще не сокращается никак. Но проверяйте только, следите, пожалуйста. Правильно, да? 91 шестая. Ну, вроде правильно. Вроде иного. Так, ну, я надеюсь, всем понятно, что математические ожидания любого другого квадрата устроены абсолютно точно так же. То есть мы можем продолжить вот здесь значок равенства, поставить его ниже. У нас получится 91 шестая поможет на n. Так. И дальше надо что-то прибавить. Ну, для этого надо понять, как устроены вот эти произведения. И это вообще довольно ужасно, да? Да. Х1 на Х2. Какие значения принимают? Ну, там есть 106 квадрата по балансу. Вот тут вот на этом примере сейчас надо кое-что действительно осознать. Давайте какие значения, это случайная величина принимает и с какими вероятностями. Вот.